Демонтаж 54 самостроев планируется в Сочи. Администрация города объявила конкурс среди предпринимателей на снос объектов незаконного строительства. Искусственные почки закупила Сочинская горбольница. Новые аппараты для жизненно важной процедуры, диализа, позволят увеличить количество пациентов вдвое. Вторая волна. В Сочи подорожает и муниципальный общественный транспорт. Связано это со вступлением в силу федерального закона о пассажирских перевозках. Откуда пошла традиция окунаться в воду в день Крещения Господня? Что по этому поводу думает церковь? И вообще, насколько безопасно нырять в холодную воду? Комментарии экспертов в нашем сюжете. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Администрация города объявила конкурс среди предпринимателей на снос 54 крупных объектов незаконного строительства. Это дома, построенные на участках ИЖС с признаками многоквартирности. По решению суда они подлежат демонтажу. Вслед за сносом многоэтажных домов на улице Белорусская в Адлере продолжаются работы и в других районах Сочи. Сейчас на очереди демонтаж 54-х самостроев. Так как застройщики самостоятельно не хотят сносить объекты, надеясь на то, что им удастся узаконить их в судах выше инстанции, администрация города привлекает на конкурс на основе подрядчиков. Есть решение суда, они обязаны его исполнить. Они его не исполняют. Не исполняют, да, мы поштрафуем. Но, с другой стороны, они нам угробили вид города, они нам коммунальные проблемы создали. В целом, решения по сносу домов вынесены в отношении еще 536 незаконных застройщиков. За каждый просроченный день неисполнения суда о сносе им предстоит заплатить штраф в размере до 10 тысяч рублей. Сумма эта становится значительной, если владельцы объектов не приступили к демонтажу. Уже сейчас подано в суд 108 исковых заявлений. Сумма судебной неустойки просчитана еще 346 застройщикам. Отказываясь от самостоятельного сноса, им придется заплатить дважды. Штраф плюс средства, затраченные администрацией Сочи на демонтаж. Мы будем принимать меры. И повторяю еще раз, это наша главная задача всех администраций. Это дело нашей чести. Я же сказал, что дело нашей чести. Сейчас все мобилизуем, каждые все свои возможности. И будем заниматься тем, что будем их сносить. Все незаконные объекты стоят как пустые коробки. Часть из них даже представляет угрозу, поскольку возведена на ползневых участках. Дома, отключенные от воды и света, глава города обращается к приставам. Необходимо в течение полугода активно выполнить все решения судов. Более того, представители управления федеральной службы по Краснодарскому краю пообещали в случае необходимости прислать своих специалистов для мобильной работы по пресечению на курорте самовольного строительства. Глена Овсевс, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ. А в Краснодаре сегодня обсудили проблемы обманутых дольщиков. Совещание провел глава региона Вениамин Кондратьев. В зале представители прокуратуры, Следственного комитета и других силовых структур, а также руководители профильных министерств и сами дольщики. Эта тема на особом контроле у губернатора. Сегодня в реестре обманутых дольщиков числится 2800 человек. А это тысячи семей, которые все еще ждут свои обещанные квадратные метры. Чтобы окончательно решить проблему, необходима четкая стратегия работы по каждому проблемному дому, отметил глава региона, а также взаимодействие всех служб и структур, в том числе правоохранительного блока. А в Москве Вениамин Кондратьев обсудил систему электронных госзакупок. Согласно майскому указу президента, с начала этого года заказы на поставку товаров, работы, услуг, которые финансируются из краевых и муниципальных бюджетов, будут проводиться только в электронном виде. Такая система должна сделать весь процесс заключения госконтрактов более прозрачным. Кроме того, это позволит контролировать реализацию проектов на каждом из этапов. Не только прозрачность проведения торгов достигается с помощью внедрения именно вашей электронной площадки, а контроль еще и за исполнением контрактов. Сегодня это тоже большой очень бич, когда мы уверены, что кто-то выиграл контракт, исполнит его в срок, исполнит его качественно. А потом, когда уже наступает срок исполнения, мы видим, что далеко-далеко еще до завершения или работы, либо услуг в целом. А если ваша электронная площадка позволит нам контролировать текущий статус исполнения того или иного контракта, то, безусловно, это еще один огромный плюс нашего дальнейшего сотрудничества. Мы планируем сделать этот проект для Краснодарского края абсолютно, я бы сказал бы так, в пилотном режиме. И это не будет для региона стоить ни одной копейки, ни одного рубля. То есть это наша принципиальная позиция. И сегодня мы продемонстрируем уже, что это из себя представляет. На встрече новейшую программу презентовали губернатору. Председатель совета директоров компании Иван Терышкин рассказал, что сейчас электронная система внедряется в Москве. Сервис признан одним из самых эффективных и проработанных в стране. Важно, чтобы такая площадка стала доступной для представителей малого и среднего бизнеса Краснодарского края, а также для сельхозпроизводителей, акцентировал внимание губернатор. Согласно даже майского указа президента, с 1 января этого года у нас электронные торги. Я максимально здесь выражаю надежду, что электронные торги позволят малому и среднему бизнесу прозрачно принимать участие, в том числе в госзаказах, в госзакупках. Основная задача – сделать прозрачным все, что делает власть в регионе, для меня, по крайней мере, доступным, понятным, и чтобы не было разговоров о том, что здесь есть какие-то злоупотребления, от кого бы они ни шли. Электронная площадка станет для предпринимателей края конкурентным преимуществом, добавил Вениамин Кондратьев. Новая система также даст возможность малому и среднему бизнесу осваивать новые рынки сбыта, выходить со своей продукцией в разные регионы страны. Не просто слова, целая профессия. Те, кто каждый день пишет и рассказывает о жизни Краснодарского края, на время отложили ручки, диктофоны, микрофоны. Сегодня они сами – герои телевизионных сюжетов и газетных публикаций. Представители средств массовой информации Кубани чествовали в краевой столице в связи с Днем российской печати. Медиасреда региона насчитывает сотни газет, новостных сайтов, теле- и радиокомпаний, некоторые из которых так совпало. Именно в этот год отмечают большие юбилеи. Награждали, впрочем, сегодня и тех, кто только пришел в профессию. О людях слово наши коллеги из Краснодара. Уже 45 лет старейший корректор Кубани стоит на страже грамотности. Все восемь полос газеты «Армавирский собеседник» находятся под ее внимательным оком. Тамаре Понариной даже пенсия не страшна. Таких профессионалов еще поискать накопленными знаниями и опытом она делится с молодыми авторами. Пришла молодежь у нас в основном из нашего педагогического университета. Но с ними тоже интересно. Они многого еще не знают. Они вот только недавно начали у нас работать. Стараешься помочь, подойдешь, подскажешь, покажешь, как. В основном нам нужна грамота. Значит, у меня будет меньше ошибок. Георгий Тимофеев родом с Дальнего Востока. Учился и начинал свою журналистскую карьеру тоже далеко от Кубани, но уже больше 20 лет. Рассказывает о людях южного региона. Писал на самые разные темы. От народных промыслов до сельского хозяйства. И всегда его строки в районной газете находит отклик. У нас в районе же есть владельцы личных подсобных хозяйств, которые занимаются вплотную выращиванием овощей в закрытом грунте. И мне еще раз сказать, прежде чем пишешь материал на такую тему, думаешь, а как он отзовется в сердцах людей. То есть потянутся люди. Сегодня у них одна из самых приятных рабочих командировок. За десятки километров ветераны слова приехали в Краснодар на торжественный прием в честь Дня российской печати. Среди лауреатов, редакторы и журналисты городских и районов газет, интернет-порталов, корреспонденты краевых и муниципальных телекомпаний, фотографы, операторы и ведущие с профессиональным праздником всех собравшихся от имени главы региона Вениамина Кондратьева поздравила вице-губернатора Анна Менькова. Выбрав эту профессию однажды, как правило, человек в нее влюбляется и остается с ней на всю жизнь. Я вам желаю быть верными этой профессии. Я вас хочу поблагодарить за то, что вы рядом и что вы помогаете. Я вижу здесь огромное количество моих знакомых лиц, и моих друзей, и моих наставников, и тех, кто сегодня является наставниками для молодой смены. Я прошу всех, кто в этом зале много лет в профессии, все-таки передавайте свой опыт. Не у кого черпать сегодня этот опыт, кроме как у вас. Особую награду получили два известных кубанских журналиста – Виктор Анфиногенов и Вячеслав Смееха. Знак признания присуждается мэтром региональной журналистики, внесшим большой вклад в развитие отрасли. Среди награжденных почетными грамотами и благодарностями от губернатора и председателя ЗСК и сотрудники телеканала «Кубань-24». Режиссер Лили Любимова, корреспондент Юлия Костина, ведущий Константин Перминов и Наталья Клещева. Профессия летчика, она особенная, да, допустим, полицейский, спасатель, а журналист, он же такой, как все мы. Просто он видит немножко больше и чувствует немножко больше. Телевидение – это твоя жизнь, а без которого просто невозможно жить. На работу тянет, манит, и хочется все время чего-то нового. Краевое медиапространство Кубани. Сегодня это около 600 СМИ, в том числе электронных, 76 телеканалов, 88 журналов, 193 радиостанции, больше 200 газет. Аудитория государственных электронных СМИ выросла за последний год в несколько раз. В последний год с небольшим аудитория государственных СМИ в электронных форматах, сайтов, социальных сетей выросла в три раза, в три, почти 3 миллиона человек. Это очень серьезная такая аудитория, серьезные качественные показатели. 2019 год – юбилеев. 60 лет – Кубанскому филиалу союза журналистов, 60 – телеканалу ГТРК «Кубань», 30 лет – Каневской телестудии и столько же – телеканалу «Метроном» Тбилисского района. Юбилейный год и для нашего холдинга 20 лет исполняется телеканалу «Кубань-24» и «21-му радио». Первое радио Кубани – главная радиостанция региона. Мы – краевая радиостанция. И в наших задачах – информирование населения обо всем социально важном, что происходит в нашем регионе. Основные задачи – они у нас у всех одни на Кубани. Нам нужно донести до населения то, что здесь происходит. Поэтому, ну, какая может быть… Она – здоровая конкуренция. Уже стала традицией в профессиональный праздник наградами отмечать не только заслуженных работников средств массовой информации, но и тех, кто только начинает свой творческий путь. Юнкоров, школьные газеты, телестудии. Они – это будущее кубанской журналистики. Юлия Костина, Дмитрий Ланин, Кубань-24. Ейский район, Армавир, Краснодар. К новостям вернемся после прогноза о погоде и короткой рекламы. Не переключайтесь. 17 января в Сочи облачно, дождь. Температура воздуха ночью плюс 3, плюс 5, днем 4,6 градусов, выше нуля. Этой ночью в Лазаревском районе Сочи загорелись торговые ряды. Огнем охватило 100 квадратных метров. Возгорание было локализовано в половине первого ночи, а в час 0,7 полностью ликвидировано. В тушении были задействованы 7 человек и 2 единицы техники. По информации РЕН-ТВ, в одном из павильонов была неисправна проводка. Это и могло стать причиной возгорания. Пострадавших нет. Сегодня же ночью в Сочи ветер повалил 6 деревьев. Два из них упали на дома. ЧП произошли из-за усиления ветра. На одном из домов повреждена шиферная кровля. А уже утром в Хостинском районе на Новороссийском шоссе сошел сель, частично заблокировав дорогу. Работы по расчистке трассы городские службы завершили в течение часа. Дорожное полотно освободили, движение полностью восстановили. Накануне же вечером в Красной Поляне сошла лавина. Заблокированными в снежном плену оказались 14 человек. Произошло это на технологической дороге Розахутор-Кордон-Пслух. Ширина снежной массы составила 7 метров, высота 1,5, сообщает прислужба МЧС России по Краснодарскому краю. Снег заблокировал 3 автомобиля, в которых находились 14 человек, один из которых ребенок. К 20 часам всех вывели и направили в поселок Красная Поляна. Ливни и ветер на курорте только усилятся. В городе продолжает действовать штормовое предупреждение. Предстоящей ночью на территории курорта ожидается усиление ветра с порывами до 28 метров в секунду. На побережье ожидается дождь со снегом. В предгорьях и горах снег, местами осадки сильные, гроза. Возможно, налипание мокрого снега на провода и деревья, на дорогах гололедица. В горах выше 500 метров лавина опасность. Спасатели просят всех жителей и гостей города сохранять бдительность и принять все необходимые меры безопасности. Не оставлять автомобили под деревьями, рекламными баннерами и другими неустойчивыми конструкциями. В случае происшествий звонить с мобильного телефона по номеру 112. Продолжаем. Специальную молодежную именную премию главы города сегодня получили 20 самых активных и перспективных молодых сочинцев. Премии вручала заместитель главы города Марина Бролюк. Среди лауреатов премии студенты, старшеклассники и те, кто делает первые шаги в профессию. Это самые яркие представители добровольческого направления, экологи, представители городского студенческого совета, школьного ученического совета, городской лиги КВН, военно-патриотических организаций. Я думаю, что нет ничего прекраснее, чем найти себя в столь юном возрасте и понимать, что ты приносишь конкретную пользу своему городу, своей стране. Премия была учреждена Анатолием Пахомовым в 2017 году и уже второй год является поддержкой для сочинской молодежи. Именно так глава города решил поощрить самых активных и инициативных ребят. Уже когда позвонили и сказали, вы выиграли премию молодежную, это было непередаваемое чувство, когда кричишь на всю школу. Я выиграла. Спасибо большое нашему мэру города Сочи и за такую поддержку. Это очень важно для нас. И благодаря таким поддержкам мы готовы идти вперед-вперед и переставлять наш город Сочи в дальнейшем, в лучшем цвете, как говорится. В Сочи появились две искусственные почки. Так медики называют новые аппараты для жизненно важной процедуры. Диализа установлены они в 4-й городской больнице. В чем важность такого современного оборудования, узнала Татьяна Говоркова. Это все помогает. Это большой спасательный круг при таких болезнях. Жизненно необходимой процедура Диализа для Александра Угничева стала почти год назад. Почечная недостаточность развивается постепенно. Сначала отеки, анемия, потом и вовсе невозможность организма выводить жидкость. В результате функцию фильтрации вместо своих выполняют искусственные почки. Визиты в клинику Александр Георгиевич совершает три раза в неделю и проводит там по четыре часа в день. Спасибо коллективу, залу отделения Югору Викторовичу. И медсестрам. Очень хорошее отношение, прекрасно. Все понимают. Все хорошо. В отделении гемодиализа пациенты чувствуют себя комфортно. Есть телевизор и удобные койки. Кроме того, процедурные залы сформированы по типу реанимационных палат. Здесь есть аппараты для искусственной вентиляции легких, все системы слежения и реанимационная техника. А главное, новые аппараты, которые дают возможность пациентам чувствовать себя лучше. По своему состоянию здоровья чувствую, что оно более высоко и эффективно делает эту процедуру для организма. То есть мы, ну, пациенты чувствуют себя более лучше. Это искусственная почка экспертного класса. Доктору достаточно задать параметры пациента, цель лечения, а все остальные настройки подбираются в автоматическом режиме. Еще один установлен в отделении реанимации. Всего в отделении гемодиализа 13 жизненно необходимых аппаратов. Таким образом, количество пациентов увеличилось с 42 до 78. 44 программных наших пациентов. Помимо этого, мы оказываем помощь всем пациентам, находящимся на стационарном лечении из других диализных центров города Сочи. Всего их насчитывается 4. Медицинская помощь оказывается так называемым гостевым пациентам. То есть это пациенты, которые приезжают на отдых в город Сочи. Они также могут получать диализ в отделении гемодиализа 4-й городской больницы, имея только паспорт и полис обязательного медицинского страхования. Почечная недостаточность это заболевание, которое предполагает либо донорскую пересадку, либо пожизненное прохождение процедуры искусственной почки. За прошедший год в 4-й горбольнице процедуру диализа прошли более 700 человек из разных регионов страны и зарубежья. Помимо этого, более 1200 процедур были проведены по экстренным показаниям. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. В продолжении медицинской темы Минздрав России в 2019 году выделит на вакцинацию почти 18 миллиардов рублей. Выделенные средства потратят на закупку прививок против 12 инфекций, от которых вакцинируют население страны в рамках национального календаря профилактических прививок. Министр здравоохранения России Вероника Скворцова отметила, что в 2019 список пополнится двумя новыми вакцинами от ротовирусной инфекции и от ветряной ОСПы. Ежегодно жителям России делают до 90 миллионов прививок от опасных инфекций. По данным Минздрава отечественные вакцины составляют более 90% в числе закупленных в 2018 году, сообщает ТАСС. В феврале стоимость проезда в общественном транспорте уравняют с нового года. Сочинцы стали больше платить за проезд, но пока цена на билет увеличена на маршрутах, которые обслуживают частные компании перевозчики, таких в городе 86. Это связано со вступлением в силу федерального закона о пассажирских перевозках. Согласно ему, в Сочи, как и в других городах России, появилось два варианта тарификации. Первый устанавливает администрация, второй – сами перевозчики. Поэтому теперь в Сочи в коммерческих маршрутках билет стоит 26 рублей, а в муниципальных автобусах плата за проезд пока осталась прежней – 22 рубля. Но это ненадолго. По словам директора городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Юрия Усачева уже в феврале цены сравняются. Тариф поднимут и на маршрутах, которые обслуживает муниципальное предприятие «Сочи Автотранс». Подорожание коснется 64 городских маршрутов. Но есть и хорошая новость для льготников. Теперь на некоторых пригородных маршрутах и в Адлер, и в Лазаревское можно ездить по проездным билетам. В целом, повышение стоимости проезда на маршрутах по регулируемому тарифу ориентировочно на 3-5 рублей связывают с ростом себестоимости перевозок, а именно подорожанием топлива ГСМ, запасных частей, увеличением затрат на техническое обслуживание и ремонт подвижного состава. Ассоциация чаеводов Кубани утвердила стандарты краснодарского чая. По словам вице-губернатора региона Андрея Коробко, это позволит защитить бренд «Краснодарский чай» от подделки, в составе продукта. Это важно с точки зрения защиты Краснодарского края как бренда региона и для развития добросовестной конкуренции. Кроме того, это положительное решение даст дополнительный импульс для развития чайной отрасли, будет стимулировать производителей повышать качество своего продукта, сказал вице-губернатор. По его словам, в дальнейшем будет прорабатываться вопрос закрепления понятия и стандартов состава Краснодарского края в краевом законе о развитии чаеводства. Краснодарский край является единственным регионом России, где развивается промышленное чаеводство. В настоящее время общая площадь плантаций составляет 326 гектаров. Выращиванием и переработкой чайного листа в Сочи занимаются семь крупных предприятий, а также фермерские хозяйства. Как сообщалось, урожай чайного листа в крае в 2018 году составил 508 тонн, снизившись по сравнению с 2017 годом на 8%. С 2017 года в крае возобновлена государственная поддержка развития чаеводства. В 2019 году она составит 26,5 миллионов рублей. 19 января православные отметят крещение Господне. В этот день во всех храмах Сочи пройдут божественные литургии и состоится обряд освящения воды. А ночью и утром верующие по традиции примут участие в крещенских купаниях. Откуда пошла традиция окунаться в воду, что по этому поводу думает церковь и вообще насколько безопасно нырять в холодную воду. Расскажем в нашем сюжете. Каждый год 19 января православные отмечают крещение Господне, которое сопровождается освящением воды и купанием в память о крещении Иисуса в священной реке Иордан. Жители северных регионов нашей страны окунаются в проруби. Их делают в реках и называют Иордани. Такое погружение в ледяную воду, которая в этот день якобы обретает целебные свойства, считают многие верующие, очищает тело и душу. В церкви же говорят, что окунаться в воду в крещение вовсе не обязательно. Гораздо важнее принять участие в богослужении и причастии. Именно в этом главная суть праздника. Достаточно прийти только на богослужение. Ведь именно богослужение является самым важным, что необходимо сделать христианину в эти святые дни. Именно участие в таинстве причастия, где человек соединяется с Богом посредством принятия тела и крови. Собственно говоря, для этого и пришел Христос. Сочинцы, как и православные по всей стране, также следуют традициям. Вот только ныряют чаще всего в море. Вода здесь не такая холодная, как в проруби, но тем не менее и такое купание не всегда безопасно. Для неподготовленного к таким процедурам организма резкое изменение температуры может оказать негативные последствия. Особенно тем, кто страдает хроническими заболеваниями, в том числе сердечно-сосудистыми. Есть патология, возникающая на фоне данных погружений. Это и инсульты могут быть, это могут быть и инфаркты. То есть все то, что на выброс адреналина во время погружения прибудет к повышению давления, а это все может привести к какой-то сердечно-сосудистой катастрофе. И это было, к сожалению, могу сказать, что это было много, но два случая моей паники это было точно. Ну а тем сочинцам, которые решили присоединиться к крещенским купаниям, настоятельно рекомендуют делать это в специально отведенных местах. Таких в Сочи 10. Они оборудованы в каждом районе. В этих точках будут дежурить полицейские, медики и спасатели. В остальных местах окунаться в воду небезопасно. Для кого-то крещенские купания это традиция и неотъемлемая часть праздника, а для других дань моде. Но каждый, выбирая нырять или не нырять, в первую очередь должен руководствоваться здравым смыслом. Ольга Десятого, Татьяна Говоркова, Николай Тихонов, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. На этом я с вами прощаюсь. Новости уже на нашем сайте fkt.com. Смотрите нас также в социальных сетях Facebook, Instagram, Одноклассники, Telegram и в группе ФКТ ВКонтакте. В студии была Инга Габеши. Спасибо за внимание и всего вам самого доброго. Благодарим за создание имиджа ведущей студию красоты Мика Бьюти и лично ее основателя Милану Гаспарову. Студия красоты Мика Бьюти макияж, прически, броу-бар, курсы для бровистов и обучение визажу. Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17.